Утро, 12 мая. Несколько дней не ездил. У меня было спущено колесо, пока разбирался. Покупал новый насос, потому что тот, который дали в магазине, не качал. Потом работали с Семеном Байковым. Делали газету в Австралии. Вот сегодня ночью мы ее закончили. Но у нас была ночь, 2 часа ночи. А в Сиднее было 8 часов утра. При мне он позвонил издателю. При мне он позвонил издателю. Спросил, как сегодня газета выйдет, не выйдет. Ну, газета прошла, все нормально. Вот. И сегодня утром я в 8 часов уже встал, чтобы прокатиться наконец-то. Подышать свежежим воздухом, размяться. Вот. Ну, приехал сюда в детский парк на Анапку послушать лягушек, как всегда. А тут остановился возле дерева, смотрю. А тут вот какие-то плоды уже начали завязываться. День сегодня хороший. Солнечный. Ну, поеду, конечно, на море слушать. Слушать. На аллейке, ведущей вот к морю, кустью Анапки, сделали новые торговые павильоны. Работы продолжаются. Вот. Ну, конечно, никого здесь пока еще нет. Поставили скамейки вот такие вот интересные. из дерева, очень удобные, под спину. Так, ну, ладно, поеду дальше. Я пытался снимать своими волшебными очками, но, видимо, одел сегодня их первый раз, сел аккумулятор, поэтому снимаю на фотоаппарат. А потом, в следующий раз, следите, как говорится, за моим блогом, буду снимать прямо в движении вот с этих очков. Вот, собственно, печевой бомбард называется детский. Он был заложен как детский, но остался вот таким вот диким парком, я бы сказал. Но, может быть, и только еще предстоит его когда-то не поустроить. Ну, а это вот переход через Пионерский проспект, и сейчас я вот поеду туда. Переехал в Пионерский проспект, и сейчас направляюсь, направляюсь к морю. О, утки! Утки! Сидит целый выводок. Вернее, даже не выводок, это вообще собрание селезней. Вот они сидят, не плавают. Да, день хороший. Сегодня наверняка загорают. Что ж, посмотрим. Вот мы медленно въезжаем на пляж. Что мы тут видим? Да, вот справа видим, строят быстренько из досок какие-то павильоны. Вот, ну, вот так вот, видимо, и есть, что на зиму сносят, а на лето опять строят. Вот. Ну, народу немного. По песку ехать не очень хорошо. Сейчас мне придется слезть со своего велосипеда. Вот, а пока можно ехать. Я вот сейчас еду. Немножко так чувствуется, чувствуется, что люди ходят с ледом палками. Вот, летом вот тут мы обычно загораем. Тут, как говорится, бесплатный день. Вот, поэтому тут удобно размещаться, загорать. Ну, море сегодня я вижу спокойное. Нет вообще даже барашков никаких. Вообще красота. Солнце такое ласковое. Очень нежное солнце сегодня. Ну, ладно. Сейчас нужно повезти велосипед, чтобы посмотреть море ближе. Так, какое ласковое сегодня море. Я ожидал увидеть больше народа, потому что день теплый. И отдыхающие уже приезжают. И по закону отдыхающих нужно ловить каждый день, каждый час. Солнечный, тем более весна нынче выдалась. Такой прохладной, дождливой. Ну, там катаются уже на какой-то там штучке. Я сейчас вот обращаюсь к Антону Глаголеву, к Читу, к Жене Анисимову. И призываю вас все-таки подумать хорошо о переезде в Анапу. Я думаю, для Жени Анисимова было бы это интересно с точки зрения его любви к истории. Потому что здесь очень много мест, связанных именно и с древностью, и с греками, и с турками. Ну, и, конечно, с более поздними историческими периодами, с Великой Отечественной войной. Я думаю, здесь уже не может воплотиться мечта о использовании металлоискателя. Потому что вот на пляжах я вижу и ищут. Ну, и, я думаю, можно где-то так искать и в более интересных местах, как говорится, попробовать себя. Ну, а Антону Глаголеву я бы тоже посоветовал, наверное, тоже подумать. Главное, себя переломить. Я тоже сначала думал, как я, проживший всю жизнь в Забайкале, куда-то уеду, далеко, брошу все. Но, оказывается, ничего я не бросил. Я сейчас также, в общем-то, считаю себя, ну, находясь в обществе казачьем, кубанском. Но, тем не менее, я себя считаю забайкальским казаком по корням. Тут никуда не денешься от этого. Я люблю свою Забайкалье. Я сотрудничаю с посольским австралийским отделом. Мы с Семеном очень плотно работаем в плане выпуска газеты «Русский рубеж». И поэтому, вот, для меня, Анапский пляж и пляж Бандай в Сиднее, да, это вот так вот. Они совсем рядом. Они совсем рядом. Ну, там, может быть, немножко так покруче, чем у нас в Анапе. Но, тем не менее, солнце, оно и в Анапе солнце, море, оно и в Анапе, и в Австралии море. Вот поэтому я не ощущаю себя оторванным. Тем более, есть интернет. Я общаюсь и с братом, который живет в Краснодаре, и с сестрой, которая в Чите осталась. Поэтому, вот, отрыва никакого не чувствую. Более того, ну, захотел и поехал, насладился за Байкальскими зубками, богульником, за Байкальской природой. Я сюда переехал, вот, в плане, конечно, удобства проживания. Меня в Чите всегда смущали, всегда смущали. Я не знаю, сейчас, насколько слышно, потому что... Но, может быть, кое-что будет и слышно. Вот. Так вот, в Чите меня, конечно, смущали постоянно вот эти вот выщерпленные, разбитые травмары, бордюры. Вот этот вечный песок, особенно весной, который несет и бросает тебе прямо в лицо и зашивок. Вот это все, конечно, мне очень нравилось. Хотелось все-таки мне уже 50 лет. Я всю жизнь, как говорится, поддал службе в суровом Забайкалье. И почему бы не воспользоваться таким правом, переехать ближе к морю, на покой. Вот. Поэтому я, как вот этот подполковник в отставке, я себя чувствую не вот на полковнике. У меня 9 мая я надевал все свои в ведомстве медали, которые мне дали, как я пошутил, за тюрьму. Вот. Я всю жизнь повышал, опять же, как шутит мой друг Костя Безяев, престиж тюрьмы. То есть пропагандировал, прежде всего, профессию сотрудника уголовно-исполнительной системы. И как я вообще, почему выбрал Анапу? Вот всегда меня одна девушка по интернету спрашивает. Почему вы выбрали Анапу? Много других городов. Она лично собралась переезжать в Новороссийск. Ну, там в Новороссийске какой-то существует университет, в котором она хотела бы работать. Ну, а Анапа считается, что здесь нет работы. Ну, не знаю. Я не знаю. И, по-моему, это предрассудок. Потому что Анапа хоть и маленький город, но тут есть свой аэропорт, есть железнодорожный вокзал, автобокзал, масса санаториев различных. Уж медикам-то, медикам, тут работы всегда достатки. Много учебных заведений. Поэтому педагогам тоже здесь нет проблем. Ну, а про охранников не говорю. Откроют газету, там требуются охранники, требуются охранники, требуются охранники. Ну, думаю, а человеку с головой он может найти работу и там, где он пожелает. И я вот так считаю, что если хочешь работать где-то, ты обязательно этого добьешься. Не знаю, дворником сначала устроиться куда-нибудь. Если ты хочешь, допустим, к преподавателям какого-нибудь института, устройся дворником. Вот туда. Познакомься, как говорится, поближе с руководством. Обнажи свои какие-то знания. Приви к себе интересы. Все у тебя заметят. Скажут, а что ты дворником работаешь? Давай вот ко мне, допустим, там, лаборантом. Лаборантом себя проявил. А там глядишь и скажешь, ну, давай вот, может быть, лекции почитаешь, там, ассистентам, студентам. Почитал лекции. А потом и дальше пошел. Конечно, нужно всегда делать какой-то первый шаг. Не зря сам захотеть и стать там каким-то начальником. Я лично никуда в начальники не собираюсь. Мне хорошо сейчас здесь. Мне вот в Анапе сейчас, в районном казачьем обществе, обещают с лета платить какой-то окладик маленький. Я говорю, знаете, не надо мне никакого окладика. Потому что с окладиками я буду чувствовать себя обязанным приходить на работу в 9 часов утра. Или в 8 летом, я замечаю, как бы смещается рабочий день. Начинается он раньше везде. Проводить там больше времени. Я сейчас, меня ничто не связывает. Я, мне интересно работать в казачестве. Ну, писать статьи, участвовать в каких-то мероприятиях, освещать. Вот в параде я участвовал, ходил. Сам, с троевым шагом. Но мне это интересно. Меня никто не заставлял. Я с подпалки ничего не делаю. Поэтому я не хочу никакой окладик. Я не хочу никакой окладик. Вот. Меня сейчас устраивает мое положение. Хотя у меня жена не работает. Я получаю только свою пенсию. Ну, имея даже двоих детей, ну, вполне можно, можно жить. Я не знаю, есть ли еще, я не знаю, какую вы философию, как говорится, исповедуете. Но если, если, как говорится, быть настоящим православным христианином, то мы увидим, сколько лишнего вокруг нас, сколько, каким количеством всяких ненужных вещей мы обладаем. Вот. У меня два моих переезда сейчас, да, я в Чите раз переехал с квартиры на квартиру, потом из города в город. Я понял, сколько у нас лишнего. И я не все выбросил. Я, конечно, много выбросил. И даже о чем-то еще жалею. О какой-то там подшивке журнала «Крокодил» за 78-й год, да. Вот. Но, тем не менее, этого у меня нет. Это только в голове. И часто наши все вещи, они тоже у нас только существуют в головах, вот. А в реальности они нам практически не нужны. Тем более сейчас, когда существует интернет, мы можем в любой момент, любую книгу, любой журнал найти, посмотреть, почитать. Почему бы нет? Вот. А вещи, ну, конечно, вещи нужны. Какие-то дорогие вещицы. Вот я недавно, 9 мая, да, перебирал награды своего отца и своей матери. Я хочу потом оформить их так, вот такой маленький домашний музей. Я уже знаю, как это делать, уже я это вижу. А если я вижу, если что-то в голове созрело, то это будет, то это будет. Это всегда вот. Я идеалист, и кроме этой системы мировоззрения никакой не существует, потому что все у нас в голове. Сказал и стало так. Вот это вот формула. Это должна быть формула любого человека. Сказал, и ты уже на море. Поэтому, ну, Женя, я опять, Анисимов, обращаюсь к тебе. Антон Глаголев, ну, ты тоже, я не знаю, скоро тебе на пенсию, не скоро. Выслужил ты, не выслужил свой срок, как говорится, в Забайкале все равно. Женя выслужил, Женя выслужил, и тоже совершенно свободен. Вот. Поэтому, ну, жить на курорте, я думаю, ну, этим правом, которое нам дано, да? Жизни. Вот люди идут уже на пляж. Вот. Этим... Покажу сейчас. Этим правом надо воспользоваться. Продолжу через минуту. Продолжаю мой репортаж с моей прогулки с пляжа Анапского, центрального, на Черном море. Так вот, как прекрасно жить здесь поэту. Вот приехал на море, слушаешь шум прибоя, и вот можно что-нибудь в своей бирже сочинять. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот. Это только пляж, а ведь есть еще места такие интересные. Это большой там Малый Утриш, Варваровская щель, куда меня тоже приглашали в прошлом году на пляж. И я представляю, что там удивительное место. Все это передо мной откроется постепенно. Все это станет моим тоже. Но сейчас вот мне просто даже приятно ходить по этому пляжу, слушать вот это блескание соленой морской волны. Поэтому я всех призываю. Все, кто хочет сменить место жительства, включайте в Анапу. Мы тут устроим много разного, что будет интересно или мне, со многими я уже познакомился и вас, конечно, познакомлю. Скучать вы тут не будете, это точно. Найдем здесь, чем заняться. И не пугайтесь. А то многие говорят, как приобрести квартиру. Так квартиры я вам открою. Газету бесплатную бросаю в ящик. Посмотрел. Ну, да там квартира, ну, вполне можно купить квартиру. Если вот так вот не претендовать на, значит, дворец. Возможно, можно вот так купить. Мы с Наташей купили квартиру. Да, маленькая, ну. В центре. Как я ее купил, можете в интернете посмотреть. Это произошло совершенно случайно. Вот именно вот эту квартиру в этом районе. Мы вообще метили с нашими деньгами. Мы метили на немножко отдаленный такой от моря район. Двенадцатый. Вот. То есть план созрел, и мы выкупили там эту квартиру. Мы даже просто не представляли, что можно, оказывается, вбить себе такую мысль, что нет, мы за эти деньги будем. Квартиру лучше и ближе. Вот. Мы не представляли, потому что не дерзнули так вот, значит, рассуждать. А, ну, вот Бог нас немножко так вот подвиг. Показал свои возможности. Вот. Вернее, не свои, а наши. Потому что мы часто боимся что-то делать. Перейти какую-то планку, помыслить о чем-то большем. Так вот, вы сначала себе в голове сделайте мысль, что вы будете жить вот здесь. Будете жить здесь. и ближе к морю, чем у полтинных. И будете жить. И стало там. Вот, я вижу, люди уже подтягиваются, действительно. Вот, я понимаю, там, я уже с вами снимаю от своей футболки. Вижу одного купающегося, и две женщины тоже пошли купаться. Вот. Ну, а я немножко сейчас так вот проеду по береговой линии. Ну, на этом я, наверное, закончу сегодняшний репортаж. И если что-то уж такое сверхинтересное увижу, я, конечно, вам покажу. Ну, я уже многое сегодня рассказал, и сегодняшняя моя встреча с вами была вот именно, ну, сподвигнуть вас, просто подумать о чем-то. Просто подумать. Приехали под ножичку. Я вот в этом году, ну, можно сказать, даже с покупки велосипеда начал действительно наслаждаться морем. Потому что в прошлом году мы только приехали, и вот эти вот проблемы, устройства, покупки каких-то необходимых для жизни вещей, регистрация, еще там, значит, конечно, отнимали много времени, и на море-то мы практически и не ходили. Как-то так у нас оно было. Мы, конечно, гуляли, но в основном мы были погружены вот в наши какие-то бытовые такие проблемы. А сейчас вот уже можно действительно, когда все сделано, все для жизни есть, можно просто наконец-то приехать и вот таким образом наслаждаться воздухом. Уже можно, кстати, купаться. Вот. И, наверное, если бы было здесь переодевалки, то я бы не уже и купался. Но они там вот в центре пляжа. А тут, конечно, а тут кусты, кстати, куста есть. Поэтому можно тут и переодеваться. Поэтому надо подумать, может быть, пора уже открывать сезон купальный. Женщины там вот купались, я их спрашивал, как водичка, ну, говорят, нормальная. Да, я думаю, здесь нормально. Вот. Рюкзачок надо купить велосипеду, чтобы туда складывать какие-то необходимые вещи. Багажника, как видите, у него нет. Вот. Но зато вот Наташа мне купила фонарик. Вот такой замечательный фонарик. Вот. Вот. Горит. всего за 45 рублей в магазине Фикс Прайс. Ну, я про него этот магазин, думаю, уже рассказывал. Там все по одной цене продается и достаточно такие интересные вещи, вот как этот фонарик. Красота. зима тут. Зима тут. Зима тут. Такое очень ощущаешь себя на отдыхе. И ехать никуда не надо. Действительно, стало припекать и уже завидуешь тем, кто лежат на солнышке и греются. Такое впечатление, что за выходные на море был шторм, потому что, во-первых, прибрежная полоса вся влажная, и нанесло водоросли. Выходит трактор, таким образом их выгребает на берег. Выгребает на берег, потом собирает в кучи, и эти кучи грузятся и увозятся. Поэтому, чтобы быть до конца справедливым, в прежнюю мою поездку, прогулку, мне показалось здесь очень так грязно и заброшено. Они сейчас все чистят. Вот. Ну а водоросли представляют из себя, ну, всякая вот эта вот трава, труха, палочки какие-то. Ну, всякая ерунда. Вот ее тут носит волной. Вот. Ну, там... Там море чистое. Поэтому подготовка к сезону идет полным ходом. Ой, красота. Да, надо будет все-таки подумать о купании и с загораний. КОНЕЦ Продолжение следует...